Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Страна, как эта сирена Весь мир, да, всему миру вообще не важно А нам очень важно, очень важно И у нас замечательный гость Корреспондент издательского дома Спортэкспресс Михаил Зилис, доброе утро Доброе утро всем слушателям, зрителям И вам в первую очередь Михаил, мы правы Все событий больше и больше До Олимпиады времени все меньше и меньше А какая-то неразбериха до сих пор Неясно, что там ждет наших Тех немногочисленных спортсменов Которых все-таки отправляются в Корею На самом деле понятно, что их там ждет Ничего хорошего, потому что Атмосфера, я думаю, она все равно Сказывается, как вот Во всех видах спорта, абсолютно Я все-таки отвечаю за хоккей Вчера был на открытые тренировки И общались с тренерами, с игроками И это видно, это чувствуется И, конечно, нельзя жить где-то там В своем мире и не чувствовать, что происходит вокруг Тем более я прекрасно знаю Что за параллельным видом спорта И во время Олимпиады следят И я прекрасно помню, как ходили в Сочи, например, ребята на женский хоккей Там понятно, что... Я была на женский хоккей в Сочи Вот, ну, это особый, конечно, исход Молодец Женский хоккей Мне понравилось Молодец Вот, но понятно, что все сосредоточены И хоккеисты, опять же, я говорю за них Они прекрасно понимают, что Хоккей — это номер один на Олимпиаде в любом случае И так, как ждут победы сейчас Наверное, не ждали никогда Хотя тут у нас, опять же, все уважаемые ветераны Президент Федерации Владислав Третьяк говорил, что Ну, представьте, что мы на каждую Олимпиаду едем И думаем, о чем мы Только о первом месте Но сейчас шансы как никогда велики И на фоне вот этой атмосферы Я бы сказал, ну, не ненависти, да, но... Войны такой спортивно-политической Ну, это есть, и давайте все-таки называть вещи своими именами Это есть И большой элемент политики присутствует Все это понимают И ответственность огромная И хоккей — как раз та надежда И не выигрывали мы эти 92-го года Когда, кстати, тоже под нейтральным олимпийским флагом выступали Поэтому я думаю, что... Держим кулаки Ну, надеемся Надеемся Начали мы говорить про хоккей Потому что у нас большие надежды Именно на нашу сборную Ждем золото Мы фавориты, я так понимаю, да? Все правильно И я вот... Опять же, мы... Извините, что я так пропагандирую хоккей В который я сам тоже играю На любительском уровне И у нас есть замечательная команда Российская пресса И всем привет То есть мы ведем здоровую жизнь Мы не только диванные аналитики Там мы или ходим Едим бутерброды в ложе прессы Вот Мы все-таки еще стараемся Но и это тоже наверняка Быть на коньках Да, есть у нас, конечно, овертайм Который проходит вне пределов льда Я думаю, все понимают Но... Тем не менее Возвращаясь к деталям Я вот прекрасно помню Это была Олимпиада Ванкувере Она была в Канаде И когда-то сказали Ну, перед началом Мы можем... Или я уже не помню По-моему, в конце Вот боюсь ошибиться Но фраза звучала так Что мы можем выиграть Сколько угодно из золотых медалей Но если у нас будет серебро в хоккее То Олимпиада будет считаться неудачной При всем уважении К фигуристам Биатлонистам Там, тем более Столько народу пострадало Были недопущены И наши удивительные конькобежцы Мы вообще-то очень переживаем За Кулижникову лично переживаем Мне очень нравится конькобежец Его, к сожалению, не допустили Но все-таки Золото в хоккее И это номер один Если оно будет То я думаю, что Олимпиаду уже можно будет считать Удачной для нашей команды И, конечно, это фаворит У нас самые сильные игроки Если брать вот сверху до низу Конечно, там своеобразный выбор был Тренерского штаба Он предпочит сделать ставку На тех, с кем работает в клубе И вот среди моих коллег Я знаю, среди многих болельщиков Это, ну, воспринимается достаточно остро Как? У тебя столько времени было Все под тебя сделали в чемпионате Ты берешь, опять же, своих Зачем вообще все это надо И чемпионат неинтересный Ну, вот Все объясняется высокой целью Победы на Олимпиаде Если будет победа Все простим Если не будет Ничего не простим Ну, если не будет Ничего не простим И что будет дальше? Что будет дальше? Этот вопрос мы друг другу задаем Что будет дальше? Какие-то, наверное, изменения Должны быть Потому что Ну, так не бывает Вы делали Четыре года Все для сборной Ломали внутренний чемпионат Приглашали игроков То есть, фактически Только два клуба представлены Ну, по большому счету Только один Там, по-моему, сколько? Четырнадцать или пятнадцать Человек, включая запасных Это Санкт-Петербургский СКА Ну, если вы сейчас Не выиграете Ну, я даже не знаю Что еще там делать Конечно, сейчас Не времена советские Когда могли Рассумировать команду Или там Не дай бог Если себя плохо вести Куда-нибудь подальше Развивать спорт Отправить Не на таймер, конечно Но тем не менее Какие-то дейлайны Должны существовать Когда олимпийским спортсменам Должны дать какой-то ответ Но несколько дней Остается до Олимпиады А непонятно Кто у нас допущен Кто нет в конечном итоге Ну, все-таки там Какое-то количество Уже называлось Ну, понятно Но финала-то нет Почему? По-моему, уже все Огласили, насколько я понимаю Всех, кого надо Уже зарубили И я думаю, что серьезно Ничего не поменяется Но я надеюсь Потому что все очень непредсказуемо И опять же Возвращаясь к моим хоккеистам Потому что я с ними контактирую Им, как сказали Вот, Мог допустил Вот этих спортсменов Почему не допустил остальных? Ну, можно сколько угодно Там говорить про беспредел И так далее Обращаться в арбитражный суд В Лозанне Который, ну, я так понимаю Вряд ли примет пользу Сторону российских спортсменов И поэтому Надо принимать ситуацию Такую, как она есть сейчас Лучше точно не будет Хуже, ну, я не знаю Уже можно всего Чего угодно ожидать И так, по большому счету У нас не так много медальных надежд Если брать в целом И вот Пожалуйста Там последняя свежая новость Конькобежка Ольга Граф Отказалась Просто ехать на Олимпиаду Да У нее и сейчас В индивидуальных, насколько я понимаю Дисциплине Не такие большие шансы Она рассчитывала на командную гонку Где у нас были бы хорошие шансы Но поскольку всех не допустили Соответственно Мы не можем участвовать в командной гонке То же самое касается Биатлонной эстафеты, например И, ну, что здесь можно сказать Конечно, это большой удар Не знаю Я никогда не был спортсменом Профессиональным И мне, конечно, сложно понять Которые люди посвятили годы Своему занятию И это прекрасно понимают Что, конечно, многие считают Что они получают Там незаслуженно большие деньги Призовые и так далее Но представьте Что у людей фактически нет Юности, молодости, детства И там любой поход в клуб Это цель жизни, конечно Да, например, в молодости Он может сказаться пагубно на результатах Если люди хотят добиваться Высоких целей Они вынуждены себя во многом отказывать Поставьте себя на их место И вы представьте У вас что, нет нормального детства Нет нормальной молодости То есть вы там Тусить в строго ограниченное время Там только летом То есть ты не можешь забить В университете на пару Взять девушку Там пойти в бар Потом куда-нибудь еще И так далее Там все ограничено По времени Там реально тяжело Закончил карьеру Другой вопрос Ну, а если в спорте не сложилось Тебе тоже надо найти место в жизни Поэтому, конечно, за спортсменов Очень, ну, не знаю Переживаю Я тоже переживаю Никита тоже переживает Я тоже переживаю Особенно Запереживал после новости Когда Виктор Ан Пришел на выдачу формы А ему сказали Извини Как мне стало грустно Друг Ты не едешь Переехал в Россию Парень Самое главное Что он узнал Это не из официальных источников А от людей Которые должны были ему выдать форму Ужас, ужас Это боль в сердце Поговорили мы про хоккей Михаил Скажите, пожалуйста Что касается Вот уже затронули Конькобежный спорт И так могу приоткрыть Небольшой секрет У нас тут заруба произошла В период паузы Относительно шорт-трека По поводу того Что Виктор Ан Я сказал Не поехал Вот У нас есть кто-то На кого мы можем надеяться Кроме этого специалиста Корейского Уже Ну Опять же Сложно говорить Потому что Я когда был на прошлой олимпиаде И у нас Ну мы выиграли не только В индивидуальных дисциплинах Мы выиграли и в эстафете И понятно Что там была центральная фигура Виктор Ан Но Все-таки там еще Три других человека Которые бегут И Он может там бежать Быстрее всех Но если остальные трое Не поддерживают То там замечательные ребята Там у меня Семен Елистратор Да вот я сейчас Опять же Боюсь Надо смотреть Кого мне допустили Кого нет Наверное Какие-то шансы на медаль есть Но Не такие большие И Объективно У нас вот говорят Что там 4 золотых Ну на фигурном катании Может Медведева Бабиков По-моему Может Взять Да еще Биатлон Я сейчас боюсь ошибиться Вот не надо Думать что я там Разбираюсь во всем досконально Все-таки Ну понятно Есть шансы На лыжах я был Один раз в жизни Правда Это было в Сочи Выиграли все три медали Так что Ну сейчас я не еду на олимпиаду Поэтому не знаю Выиграть Не едете все-таки Нет Не допустили Нет Ну Вот все почему-то считают Сейчас мы немножко в сторону Что для журналиста Олимпиады Это вершина Так здорово поработать Но По собственному опыту Во-первых Ты спишь по 4-5 часов И проводишь Все время там На каком-то спортивном объекте И это Не приехать как болельщик Там Сходить Накатить пивка Там Перекусить там Что-нибудь еще Помахать флагом Парать Купить сувениры Там То есть ты сам себе предоставлен А тебе приходится Все решать в оперативном режиме У тебя есть один день Купить сувениры Быстрее туда Реально Еще один день Попить пивка Быстрее Быстрее Нет Это конечно Все-таки Признаюсь честно Мы находили возможности В Сочи Причем Что любопытно Не только мы Там жили и западные Журналисты Которых потом видишь В эфире Канадских каналов И они очень замечательно С нами пили вино Вот Я могу сказать Такие же нормальные мужики И вот я даже помню Ведь Опять же Политический момент Присутствовал и в Сочи И Такой скажем Был накат И все писали Как все плохо Там розетка выпала Что-то еще И в основном писали Те кто находились в Канаде И вот Тот кто Находился в Сочи Хороший парень Крит Джонсон Он даже в Твиттере Зарубил своим канадским коллегам Написал ему Ты ничего не знаешь Я нахожусь здесь Здесь все вообще Офигенно Все здорово Конечно А ты там сидишь И ничего не знаешь Какую ерунду ты пишешь В гостях у нас сегодня Корреспондент из Альского дома Спортэкспресса Михаил Зислис Говорим про олимпийские игры Дацук Капитан сборной Да Олимпийской Ну в общем-то Это логично Самый опытный игрок Вчера об этом заявил Главный тренер И тут мне кажется Других вариантов быть не могло Причем это Вот у нас Наверное И в общем сознании Капитан Это такой мужик Который встанет в раздевалке В сложный момент Рубаху на груди Там мат Перемат Ну как в кино Ну да Но это не всегда так То есть Такие персонажи есть Не обязательно кстати Они что У них роль капитана Это могут быть и молодые ребята Которые там Берут на себя функции Ответный результат Там могут Красноречиво выступить С использованием Всего богатства Русского языка Ну а Павел Дацук Это как раз Пример капитана Который личным примером Отношением к делу Как он работает Кому-то подсказывает То есть Поймите правильно Это тот человек Который находится в раздевалке И вот каким бы ты хоккеистом не был Сколько ты уже не прошел Не играл Ты испытываешь к нему Огромное уважение Из-за того Что он добился Как он играет То есть Это человек Который не выдающийся Физических данных Давайте скажем откровенно И когда Первый раз я уделал Без формы Это было Там был 2004-2005 год Когда был локаут Вот он играл за Динамо И мы так посмотрели Как человек играет в НХЛ Где там бьют Где культ физической силы И там много борьбы И человек достиг очень многого И он действительно волшебник То что он вытворяет на льду То есть люди Которые даже хоккеем Мало интересуются Но Вот ты посмотришь Ты понимаешь Он мастер своего дела То есть Волшебник Прозвища не просто Так Надеемся Что у него сил хватит Все-таки у него сезон тяжелый У него Уже Больные колена И Очень тяжело Но я там Прекрасно помню Сочинскую олимпиаду Тоже говорили Едет на одной ноге Но там он был лучшим Это было правда Четыре года назад Но там действительно Он был лучшим На фоне всех остальных Молодых и здоровых И Опять же Подчеркну Это авторитет Авторитет И он держит все Класс Скажите Какие сейчас Раз мы о хоккее Вновь заговорили Какие настроения Вообще В принципе Среди хоккеистов Ну Это же Тоже От этого много Что зависит Ну вот Мне Не знаю Мне Я сам человек Вот скажу такой Который Не любит Вот этот Казарный режим Молчать Закрыться И меня вчера поразило Что все какие Концентрированные Средоточенные Даже Илья Ковальчук Он в принципе Экстраверт То есть он всегда готов Общаться Он не закрывается И то он сказал Что ребята Да вот я сегодня С вами общаюсь А дальше мы закрываемся Концентрируемся Там бережем энергию И готовимся То есть В моем понимании Что вот Таких Ну не знаю Наверное хоккеисты Они не первый год Да Занимаются Своим делом И они разбираются Что им нужно И как надо готовиться Будем надеяться Что это поможет Ну мне показалось Что Напуганность У меня не то что Напуганность Но какая-то скромность Может быть Потому что самый главный Вообще момент Это не загнаться Вот ты не должен Слишком много думать Об этом Просто делать свое дело Ну Понятно что для них Работа Это ответственность И так далее Но все равно Хоккей у тебя должен Это часть игры Не обязательно там Олимпиады Это в меньшей степени Шоу чем Матч внутреннего чемпионата Но ты должен ловить Кайф от этого Вот не знаю Как баланс Получишь соблюсти Посмотрят Я считаю что да У нас есть Достойные люди В стране Которые стоят На коньках И которые могут Заполнить собою Любые бреши Овечкин В нашей Причем у себя Овечкин Это я так подумала Овечкин стоит На другой В другой стороне На коньках Да вот А я ж про нашу У нас есть Ночная хоккейная лига И там Понятно Мы все поняли Я же говорю По ночам смотрим хоккей Да Михаил Ну наше время На самом деле Уже закончилось Очень грустно Очень грустно Я только вошел В курс Нам тоже понравилось Приходите к нам Еще в гости Ну какой-то прогноз Дайте нам Какие-то положительные Положительные Комментарии Что будут ждать Хорошего Я считаю Я считаю что Любая Медаль Кроме золотой Это будет Для хоккея Провал То есть Вы понимаете С какими А в фигурном катании В фигурном катании Все-таки Видео рассчитываем Ну я так понимаю Что шансы есть Но понимаете Хоккей Ты забил Больше чем соперник Уже здорово А фигурное катание Синхронное плавание Художественный гимнастик Их нет В зимних видах Там много субъективного То опять же Как Давайте Судебу Слушать Хорошую музыку Спасибо вам большое Михаил Зислис Был с нами Обсуждали Олимпиады Грядущие в Корее Прощаемся с вами До завтра Лиза Калинина Никита Некрасов Счастливо